На медовый рынок Казахстана может хлынуть фальсификат. Об этом заявили депутаты и пчеловоды. В соседней России законодательно закрепили понятие мед и собираются проверять все, что на данный момент им называется. На качество. Как можно защитить Казахстан от возопродукции, которая в России станет неликвидом, Юлия Волкова сейчас расскажет. Семья Валентины Юртаевой занимается пчеловодством больше 30 лет. И даже если на вид мед может показаться ей настоящим, нос и язык пчеловода не подведут. Вид вроде натурального меда. На запах. Запаха, конечно, чуть-чуть где-то как карамелькой что-то отдает. Траф не чувствуется. Траф нет, не чувствуется. Теперь попробуем на вкус. Ну что я хочу сказать. Как я и говорила, на вкус идет уже натуральная химоза, после вкуса остается. Ну вот на что похоже там, я не знаю. Ну вот когда конфетку, леденец, когда после вкуса леденца остается такой вот. Вот и это вот. То есть, значит, это горимый сироп с сахаром. Но отличить натуральный мед от подделок с каждым годом сложнее. Раньше недобросовестные производители разливали по баночкам просто глюкозно-фруктозный сироп. Иначе говоря, ГФС. Теперь, чтобы запутать покупателей, сироп смешивают с двумя частями настоящего меда. С ноября по май понять, что и где налили, можно визуально. Мед кристаллизуется и твердеет. ГФС такой же жидкий. А еще этот псевдомед продают по цене в 2-3 раза ниже, чем от пчеловодов. От него только один вред, что на сердечно-сосудистую систему. Также диабет ускоряет развитие диабета и вообще никаким образом положительно на организм не влияет. Кулешовы тоже потомственные пчеловоды. Кочуют по всему Казахстану, потому что цветочных полей мало. В других странах производителям меда доплачивают за опыление лесов. А у нас наоборот. Доходит до 3 тысяч за один улей. Приехал туда, опылил, соответственно, улучшил биоразнообразие. И я еще должен за это заплатить. И этому трудоемкому и дорогому производству, конечно, сложно конкурировать с ГФС по стоимости продукции. Необратимыми последствиями для нас может обернуться ужесточение требований качества меда в России. Так, с 1 сентября текущего года в Российской Федерации законодательно закреплено понятие мед. А с 1 декабря Роскачество запускает масштабную проверку меда, что непременно спровоцирует отток фальсификата из России в нашу страну. Так, согласно результатам веерного исследования Роскачества, 38% продукции в России – фальсификат. Казахстанские пчеловоды могут полностью обеспечить наш внутренний рынок. Но мед из-за границы сейчас свободно импортируют в Казахстан, потому что медового стандарта у нас нет. Беспрепятственный импорт меда в нашу страну без пошлин и контроля качества. Нелегальный завоз пчел, в том числе нишущих болезней. Из-за них в этом году у нас появился клещ, уничтожающий расплод пчел. Засилие сомнительными химическими препаратами для обработки сельскохозяйственных растений. Депутаты и пчеловоды считают, что пора за это взяться. Организовано с ветеринарными службами по городу устраивать контрольные закупки по городам Казахстана, потому что в супермаркетах элементарно продается мед за копейки ГФС. Нам нужна лаборатория однозначно. Входной контроль полноценный, чтобы отслеживали. Маркировка – это очень важная вещь. И сертификация. У наших пчеловодов целая папка документов, которые подтверждают, что продукция натуральная. Поэтому производители меда и сенаторы просят принять поправки в законы и сделать госпрограмму по поддержке пчеловодства, установить строгий контроль импорта, ввести обязательную сертификацию при ввозе нектара. Для здоровья казахстанского народа необходимо также разработать национальный стандарт меда, чтобы люди могли найти настоящий натуральный продукт без добавок химикатов, сахара и усилителей вкуса.